Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю организаторов за предоставленную возможность радиотерапевтам рассказать об их видении аблетивных методик у пациентов при раке почки. Как известно, почечноклеточный рак считается традиционно радиорезистентной опухолью, но работы, посвященные стереотоксической лучевой терапии и радиохирургии у пациентов с метастазами в головной мозг, уже многие десятилетия опровергают этот тезис. Эта методика эффективно используется у пациентов с метастазами рака почки в головной мозг. Видите, большое количество работ. Во всех локальный контроль над метастатическими очагами рака почки составляет выше 90%. То есть эта методика хорошо воспроизводимая и достаточно высокоэффективная. И мы в своих работах тоже готовы подтвердить правоту этих исследований. Вы видите, через несколько месяцев после облучения метастазов рака почки мы можем видеть хороший эффект в подавляющем числе случаев в виде полного исчезновения опухолевой ткани. Но, к сожалению, это все речь идет про очаги в головном мозге. И чаще всего для этого используется аппарат гамма-нож, это гамма-лучевая терапия. Но в силу технических особенностей на этом аппарате мы можем облучать только очаги, расположенные внутри головного мозга. И аппарат этот существует с 70-х годов, уже почти 50 лет. И все эти 50 лет не существовало методики, которая бы могла перенести возможности стереотоксической лучевой терапии и радиохирургии на очаги, расположенные за пределами головного мозга. И ситуация начала... К сожалению, мы использовали простые аппараты без возможности визуализации. Наведение полей осуществлялось на глаз. И во многих центрах и сейчас так происходит. Это поля прямоугольной формы, достаточно грубое облучение, подведение высоких доз, речи идти не могло. Ну, слава богу, технический прогресс не стоит на месте. Ситуация меняется последние 20 лет очень активно. Появилась возможность создавать поля облучения сложной формы при помощи многолепестковых коллиматоров. Появилась возможность корректировать положение пациента и укладку при помощи роботизированных кушеток. Появилась возможность выполнять визуализацию того участка, который мы облучаем при помощи рентгеновских снимков. И, наконец, при помощи компьютерной томографии, когда пациент уложен на аппарате непосредственно перед лечением, аппарат делает один оборот, мы получаем компьютерную томографию в коническом пучке, трехмерное изображение. Прекрасно видим паренхематозные органы, будь то очаг в легком, очаг в печени или опухоль почки. И также, что немаловажно, поскольку, если мы говорим об опухолях почки, эта мишень подвижная, на сегодняшний день есть возможность отслеживать все перемещения и быть уверенными, что мы облучаем опухоль в нужной фазе дыхательного цикла. Строится при помощи датчиков специальная дыхательная кривая. Мы понимаем, где опухоль находится на вдохе, где она находится на выдохе. Можем облучать на свободном дыхании, можем облучать в фазе задержки дыхания. Это уж от технической оснащенности зависит и от того, в каком центре как это больше принято. И все больше и больше технических средств появляется для реализации этой методики за пределами головного мозга. В основном это современные высокотехнологичные линейные ускорители, это и кибернож, и более громоздкие системы для стереотоксической лучевой терапии. И действительно, эта методика по своей сути тоже является аблитивной, как и все предыдущие, о которых сегодня говорили. Почему? Значит, вот наиболее распространенные режимы облучения, если мы говорим про опухоль почки, три фракции по 12 грей, по 15 грей, суммарно три фракции по 15 грей, это 45 грей. Вроде бы не очень большая доза, но эта доза подведена всего лишь за три сеанса. Если мы пересчитаем эту дозу в стандартный, в эквивалентный, в стандартный курс двухгрей, когда мы подводим по два грея каждый день в длинный курс, мы получим эквивалент 160 грей. Это очень высокая доза, и в зоне подведения этой дозы развивается тотальный некроз ткани. Абсолютно не имеет значения, это доброкачественная ткань, злокачественная, это радиорезистентная в традиционном понимании опухоль или радиочувствительная. Все опухолевые клетки погибают, вся ткань некротизируется. Отсюда высокая эффективность и для меланомы, и для рака почки, и для других опухолей. И действительно, на протяжении уже многих лет в рекомендациях по лечению рака почки упоминается возможность применения аблитивных методик, но для ограниченной группы пациентов. Понятно, что в этих рекомендациях в основном речь идет о радиочастотной абляции или криоабляции, как об аблитивных методиках, но стереотоксическая лучевая терапия тоже к ним имеет отношение. Конечно, это очень хорошо отобранная группа пациентов, для кого эта методика может иметь значение. Ну, вот результаты работы, опубликованной в 2009 году, это пациенты с опухоле единственной почки, у которых был очень высокий риск хирургического вмешательства. 7 пациентов с достаточно большой медианой наблюдения. 49 месяцев, некоторых пациентов наблюдали до 70 месяцев. Локальный контроль над тем очагом, который облучались, был отмечен у 6 пациентов. У одного пациента, у которого был выявлен продолженный рост в периоде наблюдения, его облучили повторно и добились стойкого локального контроля. При этом очень хорошая переносимость с низкой частотой побочных эффектов. И, опять же, обращаю ваше внимание, что достаточно большая медиана наблюдения, 49 месяцев, это пациенты с опухоле единственной почки. И с 2009 года все больше и больше работ появляется на эту тему и для пациентов с опухоле единственной почки, и для пациентов, не подходящих для хирургического лечения по соматическому статусу. Это и ретроспективные, и проспективные работы. Вы видите, очень разные опухоли облучают при помощи этой методики. Кто-то брал небольших объемов опухоли по 20 кубических сантиметров. В некоторых работах очень больших объемов опухоли 300-350 кубических сантиметров. Это одно из преимуществ данной методики. Мы не ограничены объемом опухолевого очага. Это не является лимитирующим фактором. И также во всех исследованиях на предыдущем слайде, как вы могли видеть, показатели локального контроля варьируют в районе 90-95%. Это общий показатель эффективности для данной методики, для высокодозной стереотоксической лучевой терапии. То же самое было на первом слайде, когда мы говорили про облучение очагов в головном мозге. Точно такая же эффективность для первичной опухоли почки, если мы правильно эту методику применяем. То есть она очень легко воспроизводится и с достаточно прогнозируемыми результатами в части эффективности. Конечно, нужно быть очень аккуратным, подводя столь высокие дозы. Если мы говорим про пациентов с опухоли почки, нужно внимательно смотреть, какая лучевая нагрузка приходится на петли тонкой и толстой кишки, если они не находятся в непосредственной близости. Один из возможных патологических исходов – это фиброз лоханки, если мы ее переоблучаем. Либо почечная недостаточность, но это все тоже достаточно хорошо прогнозируется, поскольку мы понимаем, какую дозу мы можем подвести на паренхему почки, какую дозу подводить не следует. Еще одна обширная группа пациентов, где сейчас активно исследуется применение стереотоксической лучевой терапии – это пациенты с олигометастатическим раком почки. Вы видите, активно изучается применение стереотоксической лучевой терапии с иммунотерапией, с неволумабом, с пембролизумабом. Это все проспективные исследования, которые активно проводятся в настоящий момент. Ну а вот это алгоритм, который в настоящий момент используется в клинике МИО. Как вы видите, при всех стадиях рака почки есть место для облитивных методик, и в том числе для стереотоксической лучевой терапии. Это и самые ранние стадии – Т1, Т2, и третья стадия – и пациенты с метастатическим раком почки. Понятно, что облитивные методики и стереотоксическая лучевая терапия стоят в конце, когда мы выбираем между различными методами хирургическое лечение на первом месте, но тем не менее стереотоксис тоже может во всех случаях применяться. Вот это слайд тоже из нашей практики. Это ангионефросцентография спустя полтора года у пациента после стереотоксического облучения по поводу опухоли единственной почки. Вы видите полное отсутствие кровоснабжения в той зоне, где была опухолевая ткань, несохраненная перфузия в синусах почки, где мы хотели сохранить здоровую паренхиму. Ну и в завершении для дискуссии, может быть, я хотел предложить вот такой клинический случай. Какой метод, на ваш взгляд, может быть наиболее приемлемым и разумным для такого пациента? Это пациент 65 лет с ожирением, с сахарным диабетом, достаточно тяжелый с точки зрения соматической патологии. Несколько лет назад, как вы видите, была выполнена нефректомия справа по поводу опухоли правой почки и одномоментная резекция левой почки. И через два года у пациента продолженный рост опухоли в единственной резецированной левой почке. Объем этой опухоли составляет 150 кубических сантиметров. Что, на ваш взгляд, было бы наиболее приемлемым для этого пациента? Хирургические методы или какая-то из аблитивных методик? Спасибо за внимание. Продолжение следует...